МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ. В эфире передача «День за днём» с вами в студии Татьяна Ионкина. Ближайшие 10 минут о событиях в городе и области. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Мне очень приятно, что у нас есть выпускники, которые работают в школе. Я тоже хочу с рукой управлять. Встреча выпускников десногорских школ. Задержан за что сотрудниками полиции? Задержан за алкоголь. В области полиции пресечен факт незаконной реализации алкоголя. Сводка криминальной обстановки в городе. В первой сумме сколько красных палочек? Девять, хорошо. Первый важный урок для первочков. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Традиционно в первую субботу февраля выпускники разных лет приходят в родную школу, чтобы встретиться с одноклассниками, любимыми учителями и просто посидеть за своей партой. Десногорские школы 4 февраля распахнули двери для своих воспитанников разных лет. Об этом событии наш следующий сюжет. Десногорские выпускники еще совсем молодые, но в школу ходят уже их дети. И с учителями они видятся чаще, чем со своими одноклассниками. Вечер встречи – редкая возможность собраться всем вместе. Объятия – счастливые лица учеников и учителей. Радость от встречи и гордость за успехи своих воспитанников. Дорогие наши ребята, потому что сколько бы лет назад вы не закончили нашу школу, вы всегда остаетесь для нас нашими детьми. Их радует мысль, что они встретятся опять через год. В Смоленской области отделом опеки и попечительства зарегистрировано 5 жалоб на жестокое обращение с детьми. Из них – в трех случаях оставшихся без попечения родителей. В полиции проведены расследования. В двух случаях были возбуждены уголовные дела. Родителей признали виновными. В одной семье родителям назначили исправительные работы на 8 месяцев. В Рославле на улице советская водитель автомобиля «Опель Астра» сбил молодого парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате пострадавший был отправлен в больницу с тяжелыми телесными повреждениями. А в Десногорске 4 февраля произошли сразу два дорожно-транспортных происшествия. Одно из них в первом микрорайоне около дома 16. Водитель автомобиля Ниссан Альмера превысил скорость, не учел погодные условия и врезался в ладу-приору. В результате виновник ДТП получил телесные повреждения. Вторая авария произошла на светофоре возле рынка. Два автомобиля «Шевроле Авио» и «ВАЗ» не поделили дорогу и совершили столкновение. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. В Смоленской области полицейские пресекли факт незаконной реализации спиртосодержащей жидкости на сумму около 2 миллионов рублей. Подозреваемые распространяли визитные карточки среди водителей на федеральной трассе «Москва-Минск». Они предлагали приобрести различные алкогольные напитки по низкой цене. Оперативники в рамках комплексной проверки на территории одного гаражного кооператива обнаружили более тысячи канистр с жидкостью. Экспертиза показала, что жидкость содержит контрафактный спирт. На трассе оперативники задержали автомобиль. Водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. В кузове полицейские обнаружили спиртное без лицензионной маркировки и визитки с адресами и телефонами. Водитель пояснил, что они перевозят алкоголь для дальнейшей реализации среди водителей. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали ещё двоих нарушителей. Все они признали свою вину и показали, что перевозили алкоголь из Санкт-Петербурга и продали более 30 канистр объёмом 4,5 литра. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт алкогольной продукции. В Ельне была зарегистрирована незаконная рубка леса. Сотрудники полиции нашли виновников по опилкам. Под подозрение попали сын и отец хозяева участка. В результате допроса выяснилось, что разрешения на рубку дров у них не было. Обоих задержали. Полиция конфисковала бензопилу и трактор. Возбуждено уголовное дело. В лесничестве по факту подсчитали ущерб. Нарушители нарубили дров на 16 тысяч рублей. Экстремальное развлечение чуть не стоило подростку из Велижа жизни. 16-летний юноша привязал ватрушку к автомобилю и катался, пока на повороте его не занесло. И он со всей силы удавился головой от дерева. Врачи Велижской районной больницы оказали парню помощь и сообщили о трагедии в полицию. В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по статье нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ведется следствие. О криминальной обстановке у нас в городе за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 98 сообщений о происшествиях. Из них 12 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 112 административных правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения 74. Задержаны водители в состоянии алкогольного опьянения 1. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, к административной ответственности привлечены 18 человек. В Смоленске проводится конкурс грантов и стипендий имени Выгодского. Претендовать на получение премии могут студенты и педагоги дошкольного образования. Для победителей выделены гранты на 50 и 100 тысяч рублей. Студентам, одержавшим победу, будут выделены стипендии в 20 тысяч рублей. Окончание конкурса уже 14 февраля. Все подробности можно узнать на сайте, адрес которого вы видите на экране телевизора. Ежегодно в Десногорских школах педагоги начальных классов делятся опытом. Для этого проводятся открытые уроки. На одном таком важном мероприятии побывала и наша съемочная группа. В третью школу на урок математики в первый Б-класс пришли учителя начальных классов со всех школ города. А повод простой посмотреть, как легко и доступно, применяя современные технологии и различные приемы объяснить ребенку тему сложения числа 1 с однозначными числами. Вроде все так же, как всегда, но ребята робеют. Ведь это их первый открытый урок. И перед ними задача помочь своему педагогу и показать все, чему он их научил за пять месяцев. Школьные учебники разработаны с применением современных традиционных программ. На первый взгляд, они доступны для детей. Правда, существует одно «но». Учебники составлены с огромным количеством ошибок и несостыковок, на что жалуются и ученики, и учителя. В первый класс очень детей делит слова на слоги. Очень много опечаток именно в делении слогов. И дети путаются, у педагога уже приходится идти на хитрости, говорить, что либо это специально подножку вам автор подготовил, либо это опечатка, чтобы детей не создавать врасплох. Потому что все-таки дети, они что видят, то и воспринимают. И уже приходится как-то самим выкручиваться из положения. По математике составление задач, несоответствие условия и решения. Ошибки в учебниках мешают и родителям, которые пытаются помочь своему чаду в обучении. Поэтому было бы очень хорошо, если бы педагоги начальных классов проводили открытые уроки для родителей своих учеников, чтобы каждый из них смог разобраться в нюансах современного урока и увидеть, как работает их ребёнок в классе. А сейчас немного о спорте. Смолянка Лилия Степанова выиграла всероссийские соревнования МВД по лыжным гонкам, которые проходили в республике Коми. Лыжница из города Сафонова, чьё имя несколько лет назад было на слуху у российских болельщиков, стала чемпионкой России. Причём Лилия Степанова первенствовала не только на 5-километровой дистанции свободным стилем, но и в двоеборе соревнования в лыжных гонках и стрельбе из пистолета. Кроме отличной работы на лыжне и стрельбище в личных дисциплинах, наша землячка показала лучший результат среди участников эстафетной гонки. 15 февраля в России день памяти о россиянах, исполнявших долга за пределами Отечества. К этой дате в Десногорских учреждениях культуры пройдёт много мероприятий. Первыми открыли декаду сотрудники детской библиотеки. На среднем и старшем абонементе для юных дисногорцев подготовлена выставка с художественной и публицистической литературой о страшных событиях в Афганистане. Дорогие наши читатели, ребята, мы ждём вас в библиотеке. Посетите нашу выставку, ознакомьтесь с материалами Афгана, об этой теме, об афганской войне. Все желающие могут прийти в детскую библиотеку и познакомиться с выставкой подробнее. И ещё одно интересное событие. Десногорцы невооружённым глазом могут увидеть в небе МКС. Космическая станция будет видна до 15 февраля. Не понадобится и специализированная техника достаточно ясного безоблачного неба. Такое явление можно увидеть несколько раз в году. Яркая точка будет появляться с запада и отдаляться на восток. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова